Продолжение следует... 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 Заявлено, что просто, я не знаю, там, организаторам придется постараться, чтобы не хуже, чем здесь было. А здесь очень, очень, очень хорошо. Да, мы просто знаем, что сейчас несколько лет была выбрана Сергей Сердцов, президентом федерации. И в рамках федерации тяжелой атлетики России пришла другая группа, контролирующая вот этот вид спорта. И действительно, они решили сделать такое, они провели чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Казани, провели его очень хорошо, провели вот этот Кубок Президента, это тоже плюс. Но, ты знаешь, мы с тобой уже не молодые люди, мы помним... Делается база в Кисловодске. Я понимаю, мы помним «Три богатыря» имени Вячеслава Клокова, и тогда тоже были очень неплохие соревнования, но они потом так раз и исчезли. Мы помним «Три богатыря», когда возобновился этот турнир, когда Пахоменко стал буквально федерацией. Мы помним турнир в Салехарде, когда Захаревич был президентом федерации тяжелой атлетики. Это все очень хорошо. Но, к сожалению, все эти турниры становятся разовыми и потом исчезают. Вот этот турнир блестяще проведен. Теперь только нужно 10 лет, видимо, чтобы он действительно стал в мировом расписании по тяжелой атлетике с измеримым, с мировыми европейскими первостями. А у него для этого есть все заводки. Ну, многое делается в новой федерации, в том числе, наконец-то, понятно, что у нас наконец-таки появился остальник в интернете тяжелой атлетики. Именно что федерация тяжелой атлетики, где можно узнать информацию о жизни. Знаешь, федерация, конечно же, обязана была сделать свой сайт. Спасибо, что они его сделали. Я не на правах рекламы, а на правах вот такого человека, наблюдающего долгое-долгое время за тем, что происходит в российской тяжелой атлетике. Я бы гораздо с большим удовольствием вот пожал руку и поблагодарил всех тех людей, которые на протяжении многих лет без каких-либо коммерческих интересов, а просто потому, что им это интересно, ведут сайт Шатоя. Шатоя, да, очень. Который на самом деле, на протяжении многих лет, единственный форум тяжелой атлетики в интернете. Он-то неофициальный, да. Неофициальный сайт тяжелой атлетики, да, мировой и российский. Ну, давай вернемся к соревнованиям. Петр Нать, первый подход, 213 килограммов. Нам пора включаться уже в соревнование, потому что Петр Нать проигрывает Чингизу Могушкову 3 килограмма в рывке. Чингиз Могушков, в свою очередь, уступает Руслану Албегову 5 килограммов в рывке. И таков расклад, и потихоньку на помост начинают выходить те ребята, которые презендуют на первую тройку, ну и, соответственно, на призовые, которые здесь выдают тем, кто медали получил. 213 килограммов, Петр Нать, по-моему, очень тяжелый подход, как ты считаешь. Атом, краска, полу, сантиметра. Как ты оцениваешь? Ну, набирание-то. Куперся. Завершаем поступление. Польский атлет, атом, краска. На те же самые 213 килограммов идет плоский штангист Адам Краска. В Польше долгое время в супертежах выступал Павел Найдек. В 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 Павел Найдек. И выиграют. Денис заявил 230 и 3 боische деталь. То есть тут все правильно, все нормально. 5 килограммов Албегов проигрывает Могушкову. Ты веришь, что Албеков-Могушков будет такая же игра, как на чемпионате России в Пензе, когда 2 килограмма всего лишь. Могушков проигрывает Албекову, да? 5 килограммов в рывке проигрывает Албекову-Могушков. И плюс еще вес. Смотри, Мулай идет на 231 тоже. Ну вот, уже интереснее. Понятно, почему, потому что 231 вторым подходом, это значит, что он против Могушкова играет. Потому что он 10 килограммов, иранец проигрывает Могушкову в рывке, так что и он готов отвечать, видишь? Не знаю. В рывке подобной игры иранец не смог завязать. В рывке. 230 килограммов. Я считаю. Ну вот, по порядку. Петр Надь, который в рывке минус 3 килограмма от Чингиза Могушкова, заявляет 231. Вот это да, смотри, а. То есть... Странное решение Петра Надь, да? Вот смотри. Сейчас отправится. Почему так через 10 решил пойти Петр Надь? По идее, Надь против Могушкова должен был вторым подходом и 221 идти. А, конечно же, отыгрывает 3 килограмма Могушкова. Там 224. Не знаю, да? Там, по-моему, камера будет. Хотя в русской. Лидер наших соревнований, Руслан Албегов, во втором упражнении уступает в борьбу. 230. Результат чемпионата России в Пензе. 240 толкал Руслан Албегов. 240, в общем, толкал тогда и Руслан Могушков первой попыткой. Неудачно. Затем Албегов толкал 245. Могушков исправился на 243 и ходил потом на 248. И 248 затолкал и Руслан Албегов. И стал чемпионом. Толкает 230 килограммов Албегов. Помнишь первый подход в рывке Руслана Албегова? На 190 килограммов. Нельзя сказать, что он на 190 тоже был очень легкий подход для Руслана Албегова. И сейчас я бы назвал вот этот первый подход на 230. Слимом уж слишком таким первым стартовым подходом для Албегова. Возможно, травма какая-либо. Не дает полно силы выступать. Иногда бывает, что что-нибудь побаливает и все, все ломается. Техника ломается. Албегов до второй попытки, видишь, заявил плюс 5. 235 килограммов. Могушков перенес тоже на 235, третью попытку. Очень важный этот подход иранца на 231. То, что это уже атака Чингиза Могушкова. Атака была, но не более. Но нагрузь сделал. Хотя он в половину может попасться. Третий попытка 231. А это была не третья у него. Это была вторая попытка 231. У него есть еще третья попытка. А вот Петер Надь идет на 231 килограмм. Это Петер Надь всего лишь 3 килограмма у Могушкова проигрывает. У Могушкова пока результат 221 в толчке. Сейчас, видите, плюс 10. Венгер. Петер Надь в своей карьере 223 максимум толкал. Сегодня, видите, 231. Смотри, тебе надо показывать твои реакции. Вот объясни словами. Какая красивая. Что он? Во втором подходе на Плющево уже. То есть ты считаешь, что 220 чем-то? То, что он переносил на плюс 10, это была уже аватюра. Такая игра для зала, публики. Нет его возможностей. А вот Мулаид. Настроен уже конкретно. Их осталось трое. Албегов, Могушков и Мулаи. У Албегова и Могушкова по два подхода. И один последний подход у иранца. Тяжеловато взял. Ну, взял и взял два раза подряд. Ну и жутко. Ему всего лишь 19 лет. Поборол, поборол, поборолся. Посмотрим, что будет с Мулаид через 220. Ну что ж, Албегов и Могушков. Только два в программе этой супертяжелой весовой категории. Иван Албегов, Раша. Закон, ПТП. Он его давит. Между ними 5 килограммов в рывке. Понятно, что собственный вес Албегова 147 килограммов. Собственный вес Могушкова 183. Так что у Албегова постоянное преимущество по собственному весу. И он выходит на 235 килограммов. Человек может сейчас зарубить. Ну, посмотрим. Еще не заявил на 236, вторая попытка. Но вот после этого подхода ему нужно будет идти на 241. Албегов толкает 235. Могушков пойдет на 236 или на 245? 241. Да нет, скорее всего на 36. На 36 второй попыткой в борьбе за... Лидерство в упражнении. Да, а потом уже с третьим подходом попробуем, что получится. Скорее всего, так должно быть. Пока 236 килограммов. В зале, да, так и есть. Ассистенты уже установили этот вес. И червист Могушков уже на помосте в Бернгарбе. Бернгарбеně кську. Бернгарбец! Чингис Могушков Месяц назад в Париже толкал 240 килограммов Здесь четко отработали ассистенты По международным стандартам Что-то происходит Они выбегают и закрывают ведущую камеру У меня тут В чемпионате мира В глазах картина стоит Армянских сангистов Когда скучились с ними Сломан локоть Это просто ужас Чингис Могушков Получил травму Нет третьего Отказывается от третьего подхода 240 килограммов Ну что ж Один подход В запасе есть У Чингиса Албегова У Руслана Албегова Простите Но в нашей Турнирной ситуации уже все ясно Албегов первый Чингис Могушков второй И на третьем месте Мулаи да Правильно я понимаю В сумме то Нет на третьем месте Петер Надь из Венгрии А совсем не Иранец Мулаи Потому что у Петра Надь 187 и 221 А у Мулаи 180 и 220 Руслан Албегов Идет на 240 килограммов Третьей попыткой Руслан Албегов Третьей и заключительной Подход Вот если вспомнить Чемпионат мира Последний Который проходил в Париже Там конечно же С ферменальным результатом Выиграл Гранец Салемикор да Сиаби Там 214 и 250 Соответственно Ну а если посмотреть Второй Иранец На втором месте был Его результат 198 и 241 Сегодня У Могушкова У Албегова 195 и 240 То есть Очень-очень близко посмотреть То есть Кубок президента Российской Федерации По тяжелой атлетике С победителем Здесь В серьезной борьбе На самом деле Еще с некоторыми Претендентами Собрал результат Сравнились Вторым местом Чемпионата мира Вот сколько сейчас С результатом 450 Можно становиться вторым Ну вот у Албегова Сейчас Сколько он собрал В общей сложности 240 и 195 То есть 435 Правильно Я не ошибаюсь 195 и 240 Да Вот он Сейчас Столкнул Это В общей сложности 435 Вот 435 439 Результаты Ранца На чемпионате мира 433 Это Третье место У корейцев До сегодня 435 То есть Результат Албегова Это Бронзовая медаль Чемпионата мира Это В нынешней ситуации Просто мы все Привыкли Плясать от Ваших феноменальных Цифр Которые Там Показывал Чметкин В 96 Году Что же ты знаешь Я думаю Что Руслан Может Подтянуться Конечно Ну ему надо Что-то Где-то Сражаться На мировом Помусь Это Смус 15 Еще 205 255 Может Вот так Вот Это Привыкли Привыкли